Вам известно, что магнитная стрелка, расположенная рядом с постоянным магнитом или проводником стоком, устанавливается в определенном положении. Рамка стоком, помещенная между полюсами подковообразного магнита, принимает ориентированное положение, при котором линии магнитного поля перпендикулярны плоскостям рамки. Величина, характеризующая магнитное поле, является векторной и называется индукцией магнитного поля или магнитной индукцией и обозначается буквой B. Поясним смысл этой величины и укажем способ ее измерения. Для этого проведем опыт по измерению силы, которая действует на проводник стоком, помещенный между полюсами подковообразного магнита, перпендикулярно его магнитным линиям. Если по проводнику не протекает электрический ток, то показание динамометра будет равно F1. Оно численно равно модулю силы тяжести, действующей на проводник. Пропустим по проводнику ток такого направления, чтобы на него подействовала сила ампера, направленная вертикально вниз. Направление тока выбираем в соответствии с правилом левой руки. Напомним, что согласно правилу левой руки, линии магнитного поля должны входить в ладонь перпендикулярно к ней, а отставленный на 90 градусов большой палец должен быть направлен вертикально вниз. При этом четыре сомкнутых пальца покажут направление тока в проводнике. Если показание динамометра при наличии тока в проводнике обозначить F2, то значение силы ампера, действующей на проводник, равно разности показаний F равно F2 минус F1. Данный опыт можно повторить, изменяя длину проводника при неизменной силе тока. Сила ампера оказывается пропорциональной длине проводника, L. Если при неизменной длине проводника изменять силу тока в нем, то можно прийти к заключению, что сила ампера пропорциональна силе тока в проводнике. Опыт показывает, что сила ампера зависит от ориентации проводника в магнитном поле. Эта сила достигает своего максимального значения в случае, когда проводник расположен перпендикулярно линиям поля. Однако отношение модуля силы ампера к длине проводника и силе тока не зависит ни от длины проводника, ни от силы тока в нем. Следовательно, это отношение зависит только от свойств магнитного поля и может служить его количественной характеристикой. Эту характеристику поля называют модулем магнитной индукции. Модулем магнитной индукции называют величину, равную отношению силы, действующей на расположенной перпендикулярно магнитным линиям проводник с током к произведению силы тока в нем на длину проводника. Напомним, что за направление магнитной линии принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки. За направление вектора магнитной индукции принимается направление от южного полюса к северному полюсу, свободно устанавливающейся стрелки, помещенной в данную точку поля. Линиями магнитной индукции называют линии, касательные к которым в каждой точке поля направлены так же, как и вектор магнитной индукции. Например, картина линии магнитной индукции поля, образованного прямолинейным проводником с током, представляет собой систему концентрических окружностей, лежащих в плоскости, перпендикулярной этому проводнику. Центр этих окружностей находится на оси проводника. В рассматриваемом случае направление вектора индукции в конкретной точке пространства определяется правилом буравчика. Линии магнитной индукции условились проводить так, чтобы по их густоте можно было судить о модуле магнитной индукции. Чем гуще линии магнитной индукции, тем больше ее модуль. В СИ за единицу магнитной индукции принята индукция такого магнитного поля, в котором на каждый метр длины проводника при силе тока 1 А действует максимальная сила, равная 1 Ньютону. Эту единицу называют Тесла в честь выдающегося югославского физика Николы Тесла.